итак друзья приступаем с вами к завершающему подготовительному этапу как вы видите домик у меня вот в таком состоянии то есть он уже практически подготовлен к дальнейшей работе с ним и вот так он у меня выглядит то есть как вы видите я все отверстия которые мне не нужны я их каким-то возможным образом заклеила сделала имитацию фундамента и как бы особенность этого домика в том что он разбор то есть это так и задумано одна часть приставная вот но она тоже то есть в ней тоже заклеены те части которые не должны никак никуда открываться там задвигаться как видите здесь я трубу отрезала лишнее а пока не знаю буду ли здесь делать перекрытие как в настоящем доме это пока под вопросом вот но вот вот такой домик получился как я говорила снизу я подклеила дополнительные куски чтобы создать толщину чтобы приклеить фундамент вот в общем то вот за затерла вот эти вот всякие отверстия но вот тут опять она усохла и ушло внутрь но это не важно я его уже зашкурила то есть просто вот прошла по поверхности какие-то неровности но слишком нам это не нужно было делать поэтому потому что будет имитация снега сверху и сейчас мы такой кисточкой грубой убираем весь мусор оттуда какую-то пыль от шлифовки я уже ее вчера вот так вот поделала в подарок кисточкой и все равно вот сейчас раз летается ну это нормально она может засела в процессе работы еще так и собственно нам сейчас понадобится вода и акриловый грунт ну собственно извиняюсь моя любимая кисточка как видите я и часто работаю она уже выдавшие виды вот так он у меня выглядит он хоть и старенький но при этом он не испортился ему уже сто лет в обед так если на вскидку по моему на крышке ну тут даты кстати нету дата продажи а вот покупала я его в октябре 2009 года и стоило тогда 95 рублей сейчас конечно цены другие кисть у меня синтетика но она такая уже старенькая и просто грунтуем это все дело наносим грунт воды немного потому что это все-таки грунт тут нужно будет может быть парочку слоев мне нужен абсолютно белый домик грунт он для чего нужен он как бы в данном случае акриловый художественный грунт он нужен для того чтобы покрывать холст живописный чтобы в дальнейшем холст минимально впитывал в себя краску поэтому мы грунтуем деревяшку в дальнейшем будем домик расписывать а может кстати не понадобится второй слой как это получается и так в принципе неплохо но в процессе подсыхает моментально можно сказать поскольку слой не слишком ужирный так и мы прокрашиваем вообще все все стыки все эти самые краешки шлифовка у нас вот сейчас была это окончательный вариант мы больше шлифовать не будем поэтому нам нужно абсолютно все прокрасить единственное что может быть еще и будет шлифоваться это вот торцы которые между собой стыкуются но это такой как бы вариант то есть не точный и изнутри тоже я его крашу белым то есть этим грунтом поскольку изнутри он тоже будет расписываться кстати старцев вот может быть будет несколько слоев потому что там проглядывает обожженный слой древесины и он не сошкурился когда я все зачищала всю поверхность и таким же образом прокрашиваем вторую часть полностью вся половинка у нас должна быть белая с ног до головы изнутри и снаружи и все стыки все какие-то моменты вот эти вот с фундаментом то есть снизу я не буду красить только вот домик вот эту заднюю часть мне не нужно вот так что продолжаем в том же духе прокрашивать все оставшуюся металлю а ну а товарищи товарищи вот такие у нас получается половинки сейчас они будут сохнуть я их покрыла с двух сторон показать вот то есть он белый но он пока не белый он загрунтованный со всех сторон и это тоже ни одного места я не пропустила чтобы за не загрунтовать и в таком виде я их оставляю полностью до полного высыхания это где-то часа 4-6 и потом буду покрывать белой краской и после этого наверное еще пошлифую чтобы была идеальная поверхность для росписи но это обязательно я покажу но уже в следующей части так что не переключайтесь обязательно подписывайтесь обязательно нажимайте на колокольчик если не хотите пропустить следующую часть видео и оставляйте комментарии все все вы знаете пока пока увидимся